Всем привет-привет! 29 июня, утро. Я еду с Мурманска, еду на работу сразу. Хотела на некоторые комментарии. Хотела, во-первых, сказать спасибо, что под прошлым влогом столько комплиментов оставили. Насчет похудения. Наверное, стоит сказать некоторое спасибо ковиду, потому что вкусы после ковида поменялись. Мне вообще не хочется сладкого, максимально мучного. Я очень любила макароны и рис. Я их вообще сейчас не ем. Ну как, очень-очень редко макароны ем, а рис, например, вообще перестала есть. Мне вот из всей еды хочется больше овощей, свежего что-то. Даже мясо как бы так не так тянет. Редко хочется. Вот. Хотя я мясоед. Вот. Ну, не знаю. Это не призыв к действию. Вот. Это никакая не рекомендация, как худеть или еще что-то. Это реально после ковида, когда я переболела, я сама почувствовала, что начала снижать вес, потому что питание изменилось. Ну, надеюсь, главное, чтобы это было не во вред здоровью. Вот. Нет, похудение это не во вред здоровью, а вот причины, из-за которых худею, надеюсь, не связаны с проблемами со здоровьем. Вот. А насчет некоторых комментариев, то, что я рассказывала про гостя. Одна зрительница написала, что, ну, для здоровья там можно. В принципе, да, возможно, я не моралистка, я не вижу в этом ничего такого, да. Но для меня, прежде всего, мое моральное здоровье важнее всего. Я человек открытый. Я человек влюбчивый. И я не понимаю, для чего мне связываться с женатым командировочным мужчиной, который мне может понравиться. Он мне понравится, западет мне в душу. Вот. Произойдет максимальное сближение, да. Вот. А для меня это важно. Для меня это много значит. И потом я буду страдать, накручивать, думать. Нафига мне это надо? Я максимально себя огораживаю от переживаний. Конечно, нереально себя там огородить от всех переживаний. Но максимально себе жизнь не усложняю. Вот так вот. И насчет нас с Димой. То, что писали, что хорошая пара. У нас есть взаимопонимание. Мы понимаем юмор друг друга. Мы понимаем настроение друг друга. Вот. Это, конечно, очень много значит. Ну вот, скажем так. И мы много что прошли. Но сейчас у нас отношения хорошие. Именно потому, что в реальности мы увидимся очень редко. Очень редко. Ну вот, не знаю, за последний месяц вот, наверное, мы увиделись в реальности несколько раз. То есть, и поэтому у нас отношения когда нарастает напряжение какое-то оно быстро спадает потому, что мы знаем что вскоре мы расстанемся. Нам не нужно отстаивать границы. Нам не нужно доказывать свое мнение. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Но то, что с Димой у меня есть взаимопонимание и то, что Дима мой человек и надеюсь, как бы он останется моим другом и я его другом это да. С этим я не спорю. Вот. Не зря я за него выходила замуж. Вот. Так что некоторые комментарии прокомментировала. Доброе-доброе утро. Первое июля. Уже второй месяц лета. Быстро лето несется, конечно. Вот. Особенно, когда постоянно работаешь. Ну, надеюсь, август у меня будет намного интереснее. Посмотрим. Не буду ничего сейчас рассказывать. Хотела немножко рассказать про этого залетного, командировочного, который предлагал мне любовь. И тут такие комплименты. И шампанское носил. И что-то мы случайно с девчонками после его отъезда обмолвились. Оказывается, и старым, и молодым. И всем он мороженое носил. И всем он предлагал. Так что слава Богу, Бог отвел. Вот. Так что вот такие дела. Всем привет-привет. Первое июля. Я еду в 11 ночи на свидание. Подробности все потом расскажу, но сниму за то место, куда мы едем. Надеюсь, мы туда доедем. Смотри, какой вид красивый. Красиво. Потом не кричит. Да. Да. Дорогие мои, что вы видите? Вы видите почти 2 часа ночи бесконечную дорогу. Я нахожусь в 5 километрах от Североморска. и я в настоящем приключении. Потому что мы приехали на озеро, на такси. А когда стали вызывать обратно такси, то никто не приехал. И до города еще 5 километров. В лучшем случае. И мы пока идем. Может быть, что-нибудь попадется. Но это лето, приключения. А завтра, слава Богу, не на работу. Вот. И компания неплохая. Вот. Так что я по этой дороге ходила с мамой пешком в детстве всегда с 6 лет, наверное, мы всегда пешком ходили в лес. Вот именно сюда, на эти места. И мы, наверное, вот сейчас, я думаю, 5 километров до города. А на самом деле мы вставали в 5-4 утра и шли за грибами и возвращались в 6-7 вечера. Ну, не каждый день мы ходили, но это было прикольно. Это мои детские воспоминания. Так что идем. Если что-то интересное произойдет, обязательно расскажу. Ну что, мое приключение рассказываю, как закончилось. Мы где-то прошли 2,5 километра и за нами все-таки приехала машина. А сейчас половина полчетвертого утра и мы катаемся на качелях. Так что романтика в разгаре. Так что можете за меня порадоваться. Пока принца показывать не буду. Ну, просто, знаете что, мне хорошо. Всем привет! Ну, конечно, доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok